По ипотечным кредитам по состоянию на 1 апреля жители Хакасии должны почти 22 миллиарда рублей. Из них просроченная задолженность 166 миллионов, это менее 1%. Доля просроченной задолженности понемногу снижается уже с 2017 года. Но вместе с тем не стоит забывать, что у должников сохраняется риск потерять жилье. Когда ипотечный заемщик пропускает один платеж, второй, третий, четвертый, кредитор, банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив вынужден через суд начать взыскание. И в результате должник утрачивает право собственности на квартиру или дом. Обращать взыскание на жилье нельзя в период ипотечных каникул, а также кредитных каникул. Помимо этого, Банк России выпустил рекомендации кредиторам до 30 сентября этого года не обращать взыскание на жилье, если должники или проживающие с ним члены семьи заболели коронавирусом. Если же заемщик уже на грани и квартира или дом уже под взысканием, стоит обратиться в Банк России. Как показывает практика, кредиторы выполняют рекомендации Банка России без необходимости применения принудительных мер. Но если все же выселение продолжается, советуем должнику, как можно скорее, не дожидаясь судебных приставов, обратиться к своему кредитору, а если он откажет зайти на встречу, написать жалобу в Банк России. И регулятор напомнит кредитору о своей рекомендации. По выплате кредитов население Хакасии отличается высокой платежной дисциплиной. Даже в условиях кризиса процент просрочки снижается. Также увеличиваются объемы вновь выданных ипотечных кредитов. Рост связан со снижением ставки. За год она упала до 9%. Продолжение следует...